Здравствуйте, ребята! На самом деле слово «привет» волшебное, потому что есть такие специальные буковки в лукоморье, которые нам всё-всё-всё рассказывают, и сегодня мы с ними будем уже знакомиться. Так вот, «пр» – это есть такая букова. Вот смотрите, когда птички летят, они нам что-то могут напеть, да? И мы эти звуки стараемся воспроизводить. Также и в словах вот эти звуки волшебные, они тоже есть. И вот слово «привет» умеет летать, оно умеет плавать, оно умеет дышать, оно умеет слушать, оно умеет петь. Оно всё-всё-всё умеет, потому что каждое слово – оно волшебство. И в лукоморье, вот в этой волшебной стране, которую мы с вами будем сегодня узнавать, всё умеет говорить. Посмотрите, ребята, вот на этой картине, которую нарисовала волшебница, художница Гарната Урановна, потом я о ней буду много рассказывать, вот на этой картине мы видим большое дерево. Большое дерево, и вы уже знаете, как оно называется. Как оно называется? Правильно, это дуб. Это дуб волшебный. У лукоморья дуб зелёный. Золотая цепь на дубе том. Помогайте мне. И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. И это стихотворение, ребята, вам надо будет потихонечку выучить, потому что это стихотворение волшебное. Это как раз и есть та тропинка, неведомая дорожка, первая самая, которая ведёт нас в лукоморье. Посмотрите внимательно, видите, поднимаются животные, котик их ведёт по цепи. Видите, лошадка идёт, летят птички. Видите, ступеньки такие волшебные нарисованы здесь. Посмотрите, кого мы ещё видим. И солнышко светит, да? И месяц красивый, звёзды, баба-яга вон там в ступе летит красивой. А верхних ступенек, вот с этой стороны, посмотрите, это кто там смотрит? Кто тут прилетел к нам на верхнюю ступеньку? Ангелы прилетели. Они тоже в лукоморье живут, ангелы. А вот это, на этой ступеньке, чуть пониже, это люди, которые дружат с этими ангелами и потом превращаются в лукоморье, в ангелы. То есть люди волшебники. Вот почему все герои в сказках много чего умеют делать. Вот, например, Василиса Премудрая. Что она умела делать? Она умела так танцевать, что у неё из рукавов птицы вылетали, озеро появлялось. То есть она знала волшебные слова. Она умела грамотно думать. И всё вот это сохранилось как раз вот в лукоморье. И почему вот в сказках вот эти знания, вот это вот волшебство происходит? Да потому что там все знают этот язык. А этот язык единый, волшебный. Это и азбука лукоморья. И вот волшебный кот, который ходит по цепи, он же не просто по какой-то цепи ходит, которая такая твёрдая, например, золотая цепочка. Нет, это всё в сказках можно почувствовать душой. Это всё можно представить. Вот вы любите играть, например, в какие игры? Вот у меня ребята любят играть в море волнуется раз. Вы знаете такую игру, ребятки? Конечно, наверное, знаете. А кто не знает, я вас сегодня научу. Вот, например, в лукоморье Кто-то любит превращаться в камушек. Вот смотрите, какой у меня камушек интересный. Настоящий. Я его нашла на море. Да, это море. Его выбросило волной на берег. А я шла мимо. И если бы я не знала волшебную азбуку лукоморья, я бы даже не обратила внимания на него. А поскольку я уже знаю эту азбуку, я услышала, как он мне сказал, посмотри на меня, посмотри, какой я красивый. Посмотрите, ребята. Видите, в нём даже много-много чего записано. Посмотрите, точечки разные. Это всё письмена. Это всё буковки, которые спрятались у камешка на его красивой форме. Посмотрите, какой он красивый. Его водичка омыла, океаны, моря, да, солнечный свет. И всё это записано в этом камушке. И вот однажды я нашла вот такой большой камень. Вот такой большой камень нашла. Посмотрите, у него тоже письмо нам написано. И кто умеет, знает азбуку лукоморья, тот сможет даже прочитать, что же этот камушек принёс, какое письмо он нам принёс. Вот это волшебные книги, которые остались от сказочных времён, которые были здесь на нашей планете. Наша планета, она очень умная, она тоже может разговаривать. Однажды я задумалась, а когда человек задумается, у него сразу как будто волшебные ушки пробуждаются. И я начала слышать, как планета со мной стала разговаривать. Но она такая умная, что она может разговаривать через любое существо. Например, я вдруг услышала, как прилетел ко мне шмель и говорит, «Привет, давай поиграем!» И мы с ним стали кружиться. Я почувствовала себя тоже маленькой бабочкой или пчёлкой. И мы стали так радостно кружиться, но я знала, что это же была планета. Как она превратилась в маленького шмеля, например? А он говорит, «Ты всё узнаешь! Не торопись!» И вот в этом прекрасном мире, в Лукоморье, можно путешествовать. И вот этот шмель мне рассказал, «А ты знаешь, что я дружу с одним лучиком, который прилетел от солнышка и рассказал мне солнечную сказку?» Я говорю, «А что это за сказка такая?» Он говорит, «Ты её знаешь! Эта сказка людям известна на планете Земля. Просто они уже забыли, какая на самом деле эта сказка». Мне так стало интересно. Вам тоже, наверное, ребята, интересно, правда? И вот получилось так, что шмель услышал от солнечного лучика, А ведь лучик тоже прилетел по спиральке, вот по такой вот. Солнышко отправляет своих деток-лучиков на все планеты, говорит, «Летите, расскажите, как нужно жить солнечно, радостно!» Потому что Солнце наша звезда, она всех оберегает. То есть это наш дом. Мы все живём в солнечном океане. Все планетки плавают в этом солнечном океане, вокруг Солнышка. Ну, мы его как воспринимаем? Мы его воспринимаем, когда смотрим на солнечный свет. Какой он красивый! Если радуга появляется, то мы видим, что солнечный свет даже красиво разноцветно можно звучать. А радугу как можно записать? Правильно, гуслями можно записать. А ещё у меня есть вот такие красивые мои помощники. Посмотрите, ребята, это прилетела к нам птичка. Так вот, сказка, про которую я обещала, мы обязательно её расскажем. Посмотрите, кто прилетел ко мне. Сейчас мы её споём. А вот ещё одно интересное такое письмо я вам сегодня приготовила. Посмотрите, вот это письмо называется тоже «Береста на бересте». Посмотрите, сколько много там написано каких-то волшебных палочек. А если вот эти палочки, вот эти чёрточки, это же всё письма, письмена, мы будем с вами это всё изучать. А вот здесь такие вот как бы объёмные такие вот уплотнения. Похоже, что как будто здесь спрятались целые галактики информации. То есть очень-очень много берёзной памяти тут спряталось. И вот это всё берёзовые книги нам показывают, рассказывают. Поэтому котик, он ходит вот здесь вокруг дуба, сказки рассказывает. А спрятался он вот в этих вот буквах двух. Кот. Это его имя. А вот это у нас большой дуб. Посмотрите, он весь из спирали, как будто из света сотканный. И разноцветный этот цвет. А каждая веточка это путь в сказку на неведомых дорожках. То есть каждая веточка это новая сказка. И здесь можно встретить вдруг волшебным образом. Вдруг русалка появилась на веточке. Раз! И пришла к нам в гости. Или какая-то птичка волшебная. Или вдруг дудочка сама оказалась. Это всё происходит волшебным образом. В солнечном таком яйце спряталась ещё одна буква, и она нам улыбается. Ну, кто попробует прочитать? Как её зовут? Ну-ка вот эту букву. Как мы её прочитаем? На что она похожа? Она похожа на такое личико красивого маленького ребёночка, который запеленали в пелёночку. И головку такую видно, да? И вот если мы вот так вот обведём её красиво, то обнаружим, что она похожа на наш пальчик. Видите, пальчик тоже можно так обвести? С накатком. Видите, пальчик? И вот эта маленькая красивая буква, её зовут Аз. Посмотрите, интересно, нам улыбается кто тут. Посмотрите, кто нам тут улыбается. Солнышко улыбается. Вот оно, да? Солнышко улыбается с голубыми глазками красивыми. Обратите внимание, в лукоморье у солнышка тоже есть своя буква. И все, когда знают эту букву, видят, все сразу знают, что это солнышко всем послало, свою любовь, своё тепло, свою радость. А ещё какие мы звуки знаем? Кого мы можем встретить вот здесь вот на дереве в лукоморье? Кто вдруг может появиться? Например, паучок может там появиться? Конечно, только там другой паучок, волшебный паучок. Он знает много сказок, он умеет провести, например, такую невидимую дорожку, такую ниточку, что прямо к солнышку можно сразу раз и попасть в гости, к солнечному свету, в солнце, в солнце, к солнышку сюда улететь. Прямо увидеть солнечный мир. А у солнечного мира что там? Солнечные деревья, солнечные птички, солнечные камушки, солнечные моря, солнечные домики. Всё-всё-всё-всё-всё солнечное. То есть этот мир весь полностью из света. И он тоже всё понимает и знает нашу азбуку. Полетел, 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 полетел. З-з-з. Это буква тоже волшебная в лугамурии. Её зовут З-з-земля. З-з-земля. А что такое земля? Это наша планета. Оказывается, она умеет вот таким солнечным светом летать. Вот так полетела, 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 полетела. И превратилась в маленького шмеля. И зажужжала. З-з-з. А когда крылышками замахала, З-з-з. И когда быстро получается Ж-з-з. Давайте вместе сделаем язычком. З-з-з-з. Вот и молодцы. Вот мы уже выучили, сколько букв интересных в лугамурном царстве. Да? А комарик? Комарики-то какие волшебные. Они же там и разговаривают, и на цветочках там могут танцы устраивать. И знакомятся с бабочками волшебными, которые тоже разговаривают. Вы, наверное, рассмотрели сказку про дюймовочку. Знаете, какие там интересные насекомые. Так вот, комарик в сказке в лугамуре, он там не будет кровь топить у людей. Он будет совсем-совсем другими делами заниматься. Он будет что делать? Правильно, он будет сказки рассказывать. И вот комарика мы тоже должны нарисовать звуком. Давайте нарисуем комарика. Как комарик пищит, кто умеет комарика сделать? Вот смотрите, я вам покажу, как это можно сделать. Сначала надо пискнуть громко так. Вот так. Высоко-высоко. А потом губочки соединить и начинать ими шевелить, и дуть, и пищать. И получится вместе вот такой звук. И комарик прилетел. Вот так вот бывает. Интересно. Значит, мы уже комарика умеем делать, пчелку умеем делать. Кого мы еще не умеем делать? А, котика мы что же умеем? Как мы котика скажем? Мяу! Котик! А котику тоже вот эта красивая буква прилетела в гости. Это его знак. Мыслите буква М. А почему же она так называется, интересно, мыслите? А где у человека мысли находится? Кто знает? Правильно, головушка наша думает. Но не только головушка. У человека, особенно знали это все волшебники, думает вот здесь сердечко. И даже в животике есть маленький ум, который тоже думает. И на пальчиках, на каждом пальчике тоже есть. То, что может помогать думать. И вот смотрите, эту букву зовут мыслите. Вот она вот так вот у нас. Как красивая такая вот корона внутри нас. То есть мы думаем, мы люди. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok